Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Когда на самом деле мы собираемся побеседовать с ними совсем о другом Что будем делать? Надо срочно рассказать еще одну историю Тогда радиослушателям легче будет сделать правильный вывод Отличное предложение Судя по этим словам коллега, у вас в запасе имеется какая-то смешная история Слушаем вас Вы, конечно, знаете, что в прошлом веке многие московские улочки были довольно узкими И потому те из москвичей, кто проживал на широких улицах, разумеется, по тогдашним представлениям Очень гордился этим обстоятельством Вероятно, именно этим и объясняется появление на одной из улиц Старой Москвы Вот такого хвастливого объявления Сей переулок на Сожень шире против соседнего бульвара Ну вот, теперь уж без сомнения все радиослушатели поняли Что тема нашей сегодняшней передачи Улыбки улиц А потому и первая песня будет об улицах А точнее О Сиреневом бульваре Сиреневый бульвар Костер сиреней Сиреневый бульвар Объят цветеньем Юная заря В косынке алой Нас с тобой не раз здесь застывала Знали мы с тобой, не знали Где любви река берет начало Вместе мы пошли с ее течением В белоголубом саду сиреней Первые слова Любви заветные слова Их не забудешь никогда Нет, никогда Как долгожданная весна Слова любви Приходят к нам Чисты, как небо синева Любви слова Сиреневый бульвар Сиреневый бульвар Костер сиреней Сиреневый бульвар Ветвей сплетенье Мысли о тебе Как пяти летви В сердце расцвели Мечтой заветной Знали мы с тобой Не знали Вечные слова Любви признания К нам они пришли Как озаренье В белоголубом саду сиреней Первые слова Любви заветные слова Их не забудешь никогда Нет, никогда Когда долгожданная весна Слова любви Приходят к нам Чисты, как небо синева Любви слова Вы помните, друзья, как мы сформулировали тему нашей передачи? Конечно, улыбки улиц А вы знаете, что иногда улицы не только улыбаются, но и весело смеются? И мы вместе с ними тоже веселимся Что вы имеете в виду? Разумеется, смешные объявления и вывески, которые нет-нет, да и появляются на наших улицах Например, недавно гуляла я по бульвару и вдруг мне в глаза бросилось вот такое объявление Детскому садику требуются постоянные няни и шестимесячные уборщицы А я как-то на дверях почты прочитал вот такую записку Почта перенеслась на улицу беговую возле чайной А я тут буквально на днях стою на автобусной остановке и вижу, все смеются Спрашивают, в чем дело? А мне показывают на объявлении, приклеенные прямо к стене дома Кондитерской фабрике требуются рабочие Два в обертку, два в начинку Ну это еще что? Разве можно сравнить эти объявления с теми, что украшали улицы, скажем, лет сто назад? Я в одном из журналов прочитал, что в Петербурге Тогда можно было встретить вот такие смешные вывески Продажа разных мук Или вот, здесь живет фортепианист и роялист Но особенно мне понравилась следующая вывеска Портной Иван Доброхотов из иностранцев А была еще такая Даю уроки арифметики, театрального искусства, фехтования, французского языка, танцев, гаданий по руке и всего другого, к чему душа ваша лежит Ой, вы знаете, коллеги, а мне эта старинная вывеска напомнила одно смешное объявление, которое я совсем недавно прочитала на школьном заборе Вы это серьезно? Стирание единиц в тетради Резьбы гвоздем, покрышки парты Игры на нервах у вожатых И в бой морской на классном часе Игры весь час с соседом Васей Вход на занятия свободный Ефим Сорокин Второгодник Ефим понапрасну желающих ждет Учиться к Ефиму никто не придет Трудно установить сейчас, кто первый придумал фразу Улицы полны неожиданностей Но ведь так оно и есть Причем нередко эти самые неожиданности очень даже хорошо влияют на наше настроение Например? Ну, примеров можно вспомнить сколько угодно Скажем, идете вы по улице и вдруг встречаете своего школьного приятеля, с которым не виделись добрые десяток лет Да, это удача Или летите вы по улице, опаздывая на свидание, и вдруг перед вами останавливается такси с зеленым огоньком Ну, это просто необыкновенное везение Или шагаете вы по улице, а навстречу вам человек, как две капли воды похожие на вас Вы внимательно смотрите и видите, что он это вы Как это? Он это вы? Очень просто Оказывается, вы смотрите в трюмо, что стоит на улице и видите свое собственное отражение Разумеется, такая встреча забавляет вас Вы весело улыбаетесь и идете дальше в самом прекрасном расположении духа Подождите, подождите, а откуда на улице взяться трюмо? Так не бывает Почему же? Бывает Ведь недаром же говорят, что улицы полны неожиданностей И в доказательство послушайте вот эту историю Нет ничего необыкновенного в покупке зеркала Даже если оно большое во весь рост для прихожей Ты выносишь его из магазина на улицу и оно отражает небо и облака, птицы и деревья Весь окружающий мир Зеркало действительно большое и громоздкое В раме под бронзу Держать его неудобно и лучше поставить на землю, пока не появилось такси Не проходит и минуты, как на улице возле зеркала появляется боевая дама Сжимающая в своей могучей руке руку малолетнего отпрыска Ты посмотри на кого ты похож Залез в самую грязь Настоящий поросенок Нет, это какой-то талант Определенный талант Юное дарование показывает язык моему зеркалу А дама принимается подводить глаза и пудрится Вслед за дамой в зеркале возникает мужчина Конечно, не марчелло мастрояне Говорит он, вглядываясь в свое отражение И даже не бельмундо, но какая-то изюминка во мне все же есть А ты такой холодный, как айсберг в океане Ух, фальшиво напевает он, удаляясь А гражданин с Савойской так даже устраивает перед зеркалом форменный скандал Мастера называются, постричь как следует не умеют Разве это затылок? Он изгибается в неимоверной позе Разве это височки? Мужчина сует мне в руки авоську и начинает яростно с электрическим треском причесываться Зато следующий субъект, не задерживаясь, бросает на ходу Ну и видик, в отпуск, пора в отпуск А вот и скиталец командировочный Не попал в гостиницу, наверное Он извлекает из толстого портфеля механическую бритву и жужжит ею, бреется Теперь можно в главк Он одобрительно оглядывает себя Отличная форма обслуживания Легкий щелчок пальцем по зеркалу Ну да, конечно, столица, сервис, не наше захолустье И он опускает мне в карман монетку Я не успеваю возмутиться, его уже след простыл Ко мне спешит женщина в сатиновом халате и с ведром в руке А пылище-то, пылище И откуда она только берется? Скоро протирая зеркало Приговаривает добрая старушка Проходит несколько минут И возле меня пристраивается Продавец абонементных книжечек И проездных билетов Щурис на солнце Он раскладывает свой столик И говорит Если не возражаете, будем работать вместе Зовите меня Иван Иванович Раньше на вашем месте Марья Семеновна стояла Теперь она в русский квас перешла Вдвоем она, знаете, веселее И старик, озорно подмигнув собственному изображению в зеркале Вдруг неожиданно, зычно провозглашает Абонементные книжечки Прыжные билеты на сентябрь месяц Закончен долгий шумный день И вот с тобой вдвоем мы снова Идем в задумчивую тень Бульвар нашего Трюцкого Таким же вечером с цветами К Никитске мой отец спешил И про любовь, наверное, маме И про любовь, наверное, маме Тогда волнуясь, говори В семь часов у Никитских ворот Пусть сегодня начнется наш вечер Завтра снова назначим и встречу В семь часов у Никитских ворот В семь часов у Никитских ворот Я думаю обняв тебя Что завтра снова будет встреча Что вечной суматохе дня Тверской бульвар наш тоже вечен Так пусть любовь нас не жалея В сердцах пылает, как пожар В семь часов у Никитских ворот В семь часов у Никитских ворот В семь часов у Никитских ворот Помните, еще Илья Ильф и Евгений Петров писали Автомобиль был изобретен пешеходами Но автомобилисты Об этом как-то сразу забыли Мостовые стали вдвое шире А тротуары сузились до размера Табачной бандероли И пешеходы стали испуганно сжаться К стенкам домов Надо полагать, друзья Что вы не случайно процитировали Нам этот отрывок Конечно, мы это сделали преднамеренно Потому что нам хотелось напомнить вам Что улицы это еще И автобусы, троллейбусы, трамваи, автомобили В общем, нам нужно было бы вам намекнуть на то Что беседуя об улицах Просто нельзя не вспомнить о Транспортных средствах И о водителях этих средств передвижения Считайте, что мы ваш намек поняли Кстати, вы слыхали, кто из автолюбителей Считается самым дисциплинированным водителем? Нет Ну-ка, рассказывайте все, что знаете Тогда начну, как говорится, с самого начала В Стокгольме уже давно существует Общество любителей автомобиля Вот оно-то и присвоило некоему Эндрю Меффе Почетный титул самого дисциплинированного водителя Присвоило его за то, что за 70 лет А именно столько лет у Эндрю Меффе водительские права Он ни разу не нарушил правила дорожного движения Молодец Ну, как же это ему удалось? Вот и журналисты задали самому дисциплинированному водителю Точно такой же вопрос И он ответил Ну, это была вполне посильная задача Понимаете, когда я в последний раз сел за руль А это случилось 70 лет назад Как раз тогда, когда я сдавал экзамен в автомобильной школе Я понял, что и для меня, и для пешеходов И для остальных водителей будет гораздо спокойнее Если я буду ходить только пешком И за все 70 лет я ни разу не нарушил своего решения А по-моему, эта забавная история так и просится В традиционную рубрику нашей передачи Калейдоскоп улыбок Может быть, мы и откроем ее сейчас? Не возражаем В таком случае, давайте немедленно расскажем нашим радиослушателям Несколько веселых микроисторий С таким, знаете ли, дорожно-транспортным уклоном Водителя, который ведет машину по улице С односторонним движением против указанного направления Задерживает постовой ГАИ Хотелось бы узнать, куда вы так спешите в этом направлении? Не знаю, но думаю, что я уже опоздал Ведь все едут обратно Жена за рулем обращается к мужу Что за ужасные сегодня пешеходы? Все время бегут перед машиной и лезут под колеса Поверни руль влево и поскорее съезжай с тротуара на мостовую На перекрестке Постовой остановил машину и спросил водителя Вы любите водить машину? Очень люблю Почему же тогда не научитесь? Вы напрасно ждете По этой улице автобус ходит только по праздникам Ну и прекрасно! У меня как раз сегодня день рождения Увидев искореженный радиатор машины, на которой его жена ездила за покупками Йенсен буквально потерял дар речи Ты знаешь? Сказала жена Каким любезным оказался инспектор полиции Он спросил, не хочется ли мне, чтобы муниципалитет убрал все фонарные столбы с улиц У тебя есть новый автомобиль, а ты не ездишь Почему? Я просто боюсь, что другие займут мое место перед подъездом, как только я отъеду На перекрестке сталкиваются две машины Один шофер говорит другому Тебе нужно возить детскую коляску, а не машину Но тогда тебе нужно сидеть в ней Тут же отвечает другой Начинающая автолюбительница путешествует на автомобиле Ее внимание привлекает табличка у дороги Через 100 метров крутой поворот Удивительно! Восклицает путешественница В этой стране все крутые повороты обязательно через 100 метров По трамвайной линии, верхом на палочке, не торопясь, скачет малыш Водитель трамвая, идущего сзади малыша, непрестанно звонит Но мальчуган не реагирует Наконец, водитель не выдерживает Ты что, не можешь сойти с рельс? Я-то могу, а вот и вы нет Итак, друзья, какие будут предложения? Мы, кажется, сформулировали тему нашей передачи «Улыбки улиц» Так? Совершенно верно! Тогда самое время нам поговорить о сухопутных китах Ха-ха-ха! Киты на улицах! Да, с вами, коллега, не соскучишься Надо же такое придумать, да? Так ведь сухопутных китов придумал не я, а поэт Владимир Орлов Я ж только хочу, чтобы мы прочитали нашим радиослушателям эти веселые стихи Полевая мостовые и цветы Проползают неуклюжие киты Впереди у них серебряный фонтан А внутри, наверное, целый океан В нашу сторону сворачивает кит А над ним цветная радуга горит Наша улица, как синяя река Засверкала, отражая облака Все водители теперь, как моряки Светофоры превратились в маяки И, разбрызгивая капли серебра Превращаются машины в катера Блещет солнце на широкой мостовой Пахнет свежей зеленой травой Удивленно я стою на берегу И рекой налюбоваться не могу Есть улицы центральные Высокие и важные С витринами зеркальными С гирляндами огней А мне милей не шумные Милей одноэтажные От их названий ласковых Становится светлей Пройду по абрикосовой Сверну на виноградную И на тенистой улице Я постою в тени Вишневые, садовые Зеленые, прохладные Как будто в детство Давние ведут меня они И может на сиреневой А может на каштановой А не на этих булочках Тогда на луговой С любовью встречусь первою Негаданно нежданная И вновь бродить до полу ночи Я буду сам не слой Пройду по абрикосовой Сверну на виноградную И на тенистой улице Я постою в тени Вишневые, садовые Зеленые, прохладные Как будто в детство Давние ведут меня они Ну вот и все на сегодня Дорогие радиослушатели Мы прощаемся И желаем вам, как всегда Удачного дня И хорошего настроения Всего вам доброго, друзья Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»